Здравствуйте дорогие мои подписчики, здравствуйте гости канала. Меня зовут Тамара и вы на канале Тамара Савицкая вязание. Друзья, я участвую в совместном проекте, который называется «Начну с понедельника 2021». Автором проекта является Юлия Савлюк. Канал ее называется «Вязаные истории с Юлией Савлюк». Ссылочка на организатора совместного проекта будет в инфобоксе. В нашем этом совместном проекте участвуют 11 человек вместе со мной. И ссылочки на участниц будут также в инфобоксе. Вы можете пройти по ссылкам и посмотреть, что вяжут участницы, что вяжут наши девочки, какие красивые изделия. Итак, согласно нашему совместному проекту, каждую неделю мы начинаем новый процесс, о котором вкратце рассказываем. И мы его продвигаем в течение недели. И наш этот совместный проект, в общем, небольшой по размерам. И он закончится в конце марта. И у нас 29 марта будет итоговое видео, в котором мы должны будем рассказать о всех процессах, которые были связаны у нас за март месяц. Итак, какой же у меня четвертый процесс? Вот вы видите вот такую пряжу. Пряжа называется Yard Art Flowers. Вот такая пряжа интересная. И здесь в 250 граммах 1000 метров. Вот такая пряжа. Состав 55% хлопок, 45% полиакрил. Так, здесь советуют производители. Спицы 2,5 мм, крючок 3 мм. Вот. Вот такая пряжа. Пряжа интересная. Она представляет собой вот такое разнообразие цветов. Вот. И когда я покупала, признаться, я не видела, что здесь вот внутри вот такой вот цвет. Вот я образец связала такой, ну, светло-светло-персиковый. Я думала, что будет начинаться вот с такого желтого и потом переходить вот на эти цвета. Но это тоже цвет такой интересный, приятный. И вот я уже начала, вы видите, я начала, связала образец. Образцы я всегда вяжу и высчитала свои, сколько мне нужно петель набирать. И вот начинаю вязать. Итак, друзья, вот эта пряжа, она меня заинтересовала. Это будет у меня летняя футболочка. Вот такая, ну, можно сказать, яркая, летняя. И я буду вязать вот спицы 2,5 мм. И образец у меня связан тоже на спицах 2,5 мм. Вот как она смотрится. Я почему начала вот, значит, платочную вязку вот эту. Я думала, может быть, мне горловину начать несколько рядов, ряда, может быть, 3. И связать вот такой вот вязкой, а потом уже, значит, перейти на лицевую гладь. Ну, вот, как вы видите, я набрала, вот, значит, и буду вязать лицевую гладью. Правда, у меня еще, ну, как говорится, мы все люди творческие, у меня еще есть сомнения, значит, по поводу горловины. Я вот уже, ну, сделала расчет на реглан погон, здесь вот видно, значит, как тут показать, вот, значит, вот реглан погон и вот здесь. Я, значит, сделала уже свои расчеты, набрала петли и провязала вот один круг, буквально провязала и остановилась. И у меня, конечно, есть некоторые сомнения, тут распустить недолго, как говорится, только начало. У меня сомнения в том плане, может быть, сделать открытый наборный край и потом вернуться к горловине, поднять петли и сделать какую-то горловину, нет, не резиночку, нет. Может быть, ну, не знаю, может быть, айкордом просто, значит, на две петли или еще что-то. Вот, как говорится, творческие муки, поэтому или так оставлю, просто, ну, как бы подумаю. Может быть, так вот оставлю и потом начну вязать. Вот, и опять же, если мне, значит, если, ну, вот, свои сомнения, несколько высказываю, несколько таких вот соображений. Если, предположим, я все-таки буду планировать айкордом горловинку обвязать, значит, мне нужно где-то отмотать клубочек, чтобы мне потом оставить вот такой же именно оттенок на горловину, на айкорд. Ну, предположим, айкорд, я еще, ну, в сомнениях, в сомнениях, творческие муки. Или же я просто так оставлю и начну вязать вот реглан-погон, как мы все обычно вяжем. Кстати, у меня на канале еще нет ни одного изделия с регланом-погоном, и поэтому я, скорее всего, буду делать мастер-класс, но еще не знаю, это будет экспресс-мастер-класс или это будет подробный мастер-класс. Кто со мной давно на канале, вы знаете, что я довольно часто делаю подробные попетильные мастер-классы, и надеюсь, они кому-то приносят и пользу, и понятные, и интересные. И поэтому я еще не знаю, значит, как я дальше поступлю, но во всяком случае я заявляю вот сейчас, вот в этом нашем совместном проекте, начну с понедельника 20-21, что вот я из такой вот пряжи буду вязать летнюю футболку, летний топ, летнюю кофточку, тут можно назвать, ну, с коротким рукавом, да. То есть рукав, ну, как получится, чуть-чуть выше локтя, ну, что-то такая вот, средняя такая длина. По поводу узора, у меня еще не сложилось точное представление, может быть, я на рукавах вот такую отделку сделаю, вот, предположим, вот у нас идет лицевая гладь, а на рукавах вот такую отделку, ну, имеется в виду, ну, не так уж как бы широко. Край рукава, может быть, внизу, опять же, тоже можно сделать, ну, не такой ширины полоску, может быть, вот такой, предположим, вот идет полотно, и вот такой ширины полоску внизу, значит, не резиночку там, один на один или два на два, а вот где-то вот такую вот полоску. Может быть, накиды, но опять же, если пряжа вот такая, значит, ну, смесовочка такая, вот здесь вся красота будет в переходах, в плавных переходах пряжи, и здесь как бы уже, может быть, можно сказать, какие-то ажуры или там какие-то даже простые узоры, может быть, даже будут неуместны, а вот так вот, допустим, предположим, вот рукав у меня идет, и вот внизу рукава вот так закончить. Ну, посмотрю, еще пока не знаю, опять же, творческие муки, пока не знаю, может быть, я вообще горловину эту распущу, и, может быть, начну открытый наборный край, еще пока не знаю. Ну, собственно, друзья, вот, коротенько я заявляю о том, что я вот, четвертый мой процесс, вот это я буду вязать, и, значит, еще раз скажу моим подписчикам, заходите, пожалуйста, по ссылочкам на каналы участниц нашего совместного проекта, и посмотрите, какие интересные изделия начали вязать наши участницы. И, как я уже повторяюсь, результат будет 29 марта в последнем итоговом видео. Итак, друзья, всего доброго, спасибо, что смотрите мои видео, всего доброго, до новых встреч, пока-пока!